А видите, интересно, сейчас же Пригожин фактически вообще в российских медиа и стратег, и тактик, к нему обращаются за комментариями. Он рассказывает, почему, когда он комментировал, почему армия РФ ушла из Опытного, это село в Донецкой области, он сказал, что потому что это было одно из самых сильных наступлений в СССР за последние сто лет. Ну как бы, да, как бы Пригожин очень хорошо осведомлен в военном деле и рассказывает, значит, какие битвы были в столетиях. А вот Пригожин, они пытаются ли уравновесить его нарастающее влияние тем же Бутом? Это же тоже очень интересный персонаж, не успел появиться, вот он уже на всех медиа, вот он уже член партии ЛДПР. Зачем он вообще Кремлю нужен? Ну а зачем Кремлю нужна проститутка Бутина, которую также вытащили из Соединенных Штатов? Зачем ему нужен был убийца, отравитель, как его уголой? Ну Бутка, вот сейчас как раз мы обсуждали с вами, начали те, что нет никаких хороших новостей, так вот Бута превратили в единственную хорошую новость в России. Вот величайшая победа, какой стойкий российский великий разведчик, он вот узником там страшно подвергался истязаниям, но никого не выдал, ничего не, да все рассказал и все выдал, что нужно. Ну вот это фейковая страна, фейковая страна, в которой фейковые герои, фейковый парламент, но казалось, что все может быть фейком, но не может быть фейковая армия во время войны. Это вот всегда кончается очень плохо. Ну да все-таки Бут это очередной какой-то новый пропагандист, или же видят угрозу какую-то в нарастающем влиянии Пригожина? Ну я не думаю, что Бутом как-то надо гасить Пригожина. Скорее вот тот Армен Горловский, бывший гражданин Украины, как я понимаю, это база царевской информации, вот эта частная армия создается сведомо Министерства обороны. Ну просто когда начнутся серьезные разборки, они начнутся вот-вот, военные убьют Пригожина, естественно. Ну поставьте себе на секундочку позицию этих генералов, которых он каждый год, каждый день обличает, как бездарных идиотов, которых нужно разжаровать, отстрелять, босиком направить на фронт рядовыми и так далее. Ну ему все прощается, пока он любимец Путина. Но когда быть любимцем Путина станет не актуально, а это день приближается, и мы с вами приближаем его как можем, как поется в известном российском шлагере, вот, тогда это труп Пригожина. Кадыров выживет, потому что Кадыров своим войском убежит в Чечню, и он уже, оба они ведут войну не с Украиной. Украина для них это повод. Пригожин ведет войну уже в постпутинской России за власть и собственность. Вы представляете, когда рухнет, он рассчитывает, что рухнет вся система власти, это триллионы собственности. И представляете, с какой энтузиазмом все его уголовники, бандиты, рвануться в ту же Рублевку, в кремлевские хоромы, разделить эти триллионы собственности. А Кадыров уважается за свое независимое государство. Да, вот, кстати, я хочу в одном моменте поспорить с генералом Заужиным. Ну, вот, когда он выполняет свою функцию, говнокомандующий, который должен уважительно говорить там о противнике максимально, он говорит, что вот, помните, наверное, все запомнят, что мобики оказались все-таки эффективными, и их заставляют, они говорят, идут на фронт, они идут на фронт и сражаются, и дальше за мной говорят, я наблюдал это, я помню это из истории двух шеченских войн. Ну, я бы уточнил, что да, русские люди, которых призывали, шли на войну и в первую, вторую шеченскую войну, но чем они закончились эти войны? Первая война закончилась Хасавюртом, а вторая война закончилась все хуже. Вторая война закончилась тем, что Путин признал свое поражение в Чечне и согласился выплачивать чеченскому хану Кадырову дань, громадную экономическую дань, и за это Кадыров изображает внешне такую лояльность к Кремлю. То есть Чечня де-факто независимое государство, а и более того, вот за это лояльность власти, не демонстрацию такую де-факто, и до июля своей независимости Москве приходится платить громадную дань. Так что вот немотивированные мобики, опыт Чечни как раз говорит не в пользу немотивированных мобик. Ну, это все Генерал Заужин знает лучше, чем меня, чем я, конечно. Он в данной статье, вот в той части, где он рассказывает, как он броском 84 километра войдет в Мельтопол, он военный, а в той части, где он рассказывает о возможности мобиков пойти на Киев, он дипломат. Ну, видите, тут же все равно мобики, мобиками, поставки оружия. Да, ну вот еще громкое расследование, не могу не вспомнить, Reuters, которое публикует о том, что куча западных технологий, куча западных микросхем и чипов сейчас в оружии, которое Россия производит после наложения санкций. И здесь вопрос в том, все ли это происходит под каким-то молчаливым согласием Запада, и Запад не понимает, как на это повлиять. Или просто такое количество лазей, которые использует Россия, что позволяет ей и дальше производить ракеты. Есть ли вообще какое-то политическое единство в этом вопросе? Ну, потому что мы понимаем, что это все равно огромные деньги, и многие олигархи российские до сих пор спокойно себя чувствуют, да, и в европейских странах, и в Соединенных Штатах. А вот по вашему мнению, здесь стоит ли ожидать каких-то прогнозов утешительных? Или эти лазейки будут и дальше работать, как вот работают с Ираном, с какого-то, 40 лет уже под санкциями, 40 лет производят оружие? Вы знаете, полностью закрыть поток вот чипов высоких технологий невозможно. Ну, громадное же количество бизнесменов, которые хотят на этом обогатиться. Ну, я, собственно, приведу из опыта в своей молодости. В 80-х годах я работал в Институте системного анализа, который, ну, занимался в том числе и многими военными проблемами. И у нас в Институте был суперкомпьютер, по-моему, сигнал «Краэд», самый мощный американский, который был запрещен всеми санкциями. Был такой замечательный немецкий бизнесмен, который там привозил компоненты, обслуживал. Это полностью предотвратить, это невозможно. Запад искренне старается закрыть все возможные... Ну, опыт Ирана показывает в течение 40 лет, что за большие деньги все найдется. Ну, конечно, все это будет другого качества, другого масштаба. Ну, мы же видим, что количество высокоточных ракет российских, оно, ну, мягко говоря, не увеличивается. Ну, возможно, будут китайские поставки, это уже совершенно другой уровень. Но полностью перекрытие... Мы же... Это частное производство, и масса людей, которые соблазняются грамотными деньгами, которые Россия предлагает. Ну, то есть здесь главный месседж, который я от вас услышала, что все-таки Запад это делает несознательно, да? То есть условно обходит те санкции, которые есть, и на это повлиять, ну, в том случае нельзя.